Три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали привезли из Болгарии чистопольские рукоборцы. Виктория Воронина и Ксения Зарянкина, воспитанницы детско-юношеской школы гимнастики. Вместе со своими тренерами Венера и Фатом Розгильдеевыми девушки готовились к чемпионату и первенству Европы по аромспорту очень упорно. И результатом обе остались довольны. Я вот выступала среди юниоров. Это был мой последний заключающий год. То есть уже на следующий год я буду бороться по женщинам. И я думаю, что я удачно выступила, выиграв две золотые медали, как на левую, так и на правую. И думаю, что на следующий год будет еще лучше. Нынче я тоже участвовала в чемпионате Европы. Среди женщин на правую руку я стала второй. Я очень довольна своим результатом. Я перешла в новую весовую категорию. То есть я еще никого не знала. Это было... Попробовала себя. То есть я довольна своим результатом. Это моя первая Европа. Первый из-за границы таким составом. То есть я первый раз боролась на таком уровне. Стала третьей. На правую руку выступала. Вот. Результатом довольна. Да, результатом я своим довольна. На следующий год я думаю, что будет лучше. Я всех своих соперников запомнила. То есть я на следующий год буду под них готовиться. Уже буду иметь представление, кто со мной будет на следующий год. Очень дружная команда. Это Турция. Если вот так смотреть, команда Украины. И девочки, если смотришь, выходишь с ними бороться. То есть нет никакой агрессии. Все дружелюбно. Мы соперники только за столом. А так мы друзья. Большое спасибо неравнодушным людям, которые помогли мне съездить за границу на мои первые соревнования. Лично от себя хочу сказать большое спасибо Цивилину Владиславу Валентиновичу, Ахмедзяну Талгатанасовичу. Потом Корочкину Михаилу Васильевичу. Хочу сказать им большое спасибо, что они мне помогли выходить за границу. Медаль высшей пробы на первенстве Европы завоевал еще один воспитанник детско-юношеской школы гимнастики. Владимир Заиконников стал первым среди юниоров до 21 года. В составе сборной страны на эти соревнования ездили и ребята из спортшколы «Батыр», воспитанники Радика Камалова. Одна из них – Надежда Королева. Девушка завоевала бронзовую медаль первенства Европы по армспорту. Чуть-чуть не хватило до призовых мест Илье Рябкову и Вагуру Сеидову. Чистопольская школа армрестлинга всегда славилась талантливыми спортсменами и тренерами. И сегодня дня от них соревнования по армспорту, будь то российский или международный, не проходят без участия и победы наших земляков. Это огромный труд. И за дня в день, на протяжении многих лет, они не видят ни выходных, ни каникул, ни лето, соответственно. Летом вообще очень жестко с тренировками, потому что нельзя находиться на солнце, нельзя загорать. Это расслабляет мышцы, расслабляет вообще психологически человека. Отбор, конечно, у нас хороший и количества занимающих в чистополе очень много. На сегодняшний день, в силу того, что наша молодежь больше склонна к компьютерам, больше склонна к каким-то другим интересам, все сложнее и сложнее найти вот этих вот индивидуумов. Задача тренера – воспитать трудолюбивого, порядочного, добросовестного, полезного для общества человека. И чтобы, конечно же, мы стараемся, наш контингент, наших вот этих вот ребят, которых мы растим, чтобы по максимуму они у нас оставались в городе. Потому что уехать, конечно, проблем нет. Их приглашают и в Москву, и в Казань, и в Челны, там неважно куда, потому что они хорошие спортсмены, на которых можно показывать результаты. Но мы пытаемся их удержать, пытаемся им привить любовь к нашему городу, чтобы они приносили потом пользу здесь, на нашей земле.